Скорпиончики, дорогие скорпиончики, октябрь месяц, ваш прогноз. Большую часть времени Солнце проведет в 12 секторе вашей натальной карты, вашего гороскопа. Это сектор страхов, тайн, недоброжелателей, ограничений. И Вселенная советует вам в этом месяце не пытаться объять необъятное. Лучше, если вы вовсе откажетесь от задач, которые пока вам не по силам или на что у вас не хватает времени. Поэтому, если вы чем-то занимаетесь или решили заниматься, значит, надо обязательно выделить некий период, несколько часов или некое время. Потому что без этого, к сожалению, у вас ничего не получится. Надо расставить приоритеты, сосредоточиться на том, что действительно имеет для вас значение. Вашими союзниками станут трудолюбие, настойчивость, бережливость, кстати. Тем представителям знака Скорпиона, кто недавно получил повышение или же перешел на новую работу, следует посвятить этот месяц более глубокому изучению своих должностных обязанностей и налаживанию отношений с подчиненными. Особенно, если у вас то и дело возникают какие-то конфликты, например, причины которых вы не понимаете. Ну и, пользуясь случаем, хочу сказать Леночке, которая у меня проходит обучение, она Скорпион. Лена, надо учиться. Надо больше уделять и надо достойно. Мы в октябре должны закончить обучение. Но, тем не менее, для Скорпионов работа по каким-то причинам все-таки не будет радовать. Конечно, можно заняться поисками нового места работы, но, к сожалению, вы ничего такого подходящего не найдете. Поэтому надо, мои хорошие, каким-то образом октябрь пережить на старой работе. Да тем более, что у вас там остались хвосты, долги по работе, где-то что-то надо завершить, что-то где-то переложить какие-то бумажки, подшить это все. И работы наберется очень много. Поэтому данный, именно в данный месяц, октябрь, надо будет принимать для вас, если вы все-таки решите куда-то идти, достаточно непростое решение. Нужно определяться. Ну, я скажу честно, я бы не рекомендовала чего-то менять. Я уже говорила еще кому-то из знаков зодиака, не помню, правда, что если есть работа, пусть даже она маломальски непостоянная, но есть какие-то денежки, не надо уходить до тех пор, пока вы ничего не нашли. Ни в коем случае не уходите в никуда. Меркурий проведет октябрь месяц в первом доме вашего персонального гороскопа. Это сектор личности. Это реакция, ваша реакция на окружающую среду. Ну и, конечно же, окружающая среда будет на вас тоже влиять. Надо обратить внимание на то, что середина октября станет... Вернее, в середине октября Меркурий станет ретроградным. Учиться, учиться и учиться. Вот девиз, которым должен руководствоваться скорпион. Леночка, которая проходит у меня обучение, я не вру. Так на самом деле и есть. Октябрь для вас это, конечно же, некий трамплин. Учиться, вот, кстати, никогда не поздно, и скорпионы могли бы, может быть, где-то переподготовочку пройти, поищить, работая, и, может, какие-то курсы, может быть, еще что-то. Это касается не только школьников и студентов, так что сейчас вам, как воздух, будет нужна новая информация, которую вы сможете в дальнейшем использовать для продвижения к своему Олимпу, то есть, чтобы добиться некого успеха. Если вы все-таки решите какое-то, например, ну, например, захотите кому-то помочь, это можно. Здесь можно заняться благотворительностью, можно где-то примкнуть к каким-то обществам. Единственное, что, мои дорогие скорпионы, этот год для вас очень сложный. Это переломный год, и сказать у кого, где выстрелит кармическая отработка, я вот так вот просто не могу. Очень много мы уже знаем скорпионов в этом году, которые попали в не очень хорошие ситуации. Поэтому работайте, пожалуйста, со своими подсознательными процессами, гоните все страхи, боритесь, боритесь за себя, улыбайтесь, улыбайтесь неприятностям и страхам. Вторая половина октября, она, конечно же, может дать ссоры, конфликты с деловыми партнерами, особенно с теми, с кем вы работаете недавно. С другой стороны, именно в этом месяце у вас может появиться несколько новых предложений, например, которые просто необходимо и серьезно рассмотреть. Венера. Венера в начале октября перейдет в ваш одиннадцатый дом вашего персонального гороскопа. Это сектор друзей, единомышленников, социальной жизни. И это период, тот период, когда кто-то из вас вполне возможно выйдет за какие-то рамки, заведет какие-то отношения, с кем-то познакомится. И здесь могут образоваться или же каким-то образом зародиться какие-то теплые чувства. Есть, есть у вас мужчина, женщина, у многих скорпионов, не у всех, скорее всего, но, пожалуйста, смотрите и будьте, пожалуйста, осмотрительны. Тем более, что еще черная луна Лилит вместе с Марсом бродит, ходит, бродит, и она во второй половине октября перейдет уже в знак Тельца, то есть она уже там даст некую упертость. Если здесь просто агрессия, то там, ну, я даже боюсь предположить, как может проигрываться в вашем знаке. Здесь надо, конечно, смотреть индивидуально. Поэтому это может быть планирование какого-то бизнеса, это какие-то партнерские отношения, это могут завязаться отношения с человеком, который составит вам протекцию или же может поддержать ваш бизнес деньгами. Поэтому если вы ищете где-то партнеров каких-то, то, пожалуйста, ну, надо немножко более смелее, скажем так, искать, но не пытаться использовать какие-то мошеннические способы, потому что, ну, сами себя ужалите. А нам это с вами надо? Конечно же, не надо. Хотя такие возможности будут. Самое главное, дорогие мои, следите за своим подсознанием, потому что черная луна Лилит обязательно постарается перессорить, всех разогнать. Знаете как, вот разогнала всех и сижу одна или один красивый, да? Если одна, то могу плакать, а если один, могу пить. И хорошо, если коньячок. Ну, вот так вот я неудачно пошутила. В плане денег все будет нормально. Вот деньги у вас будут, и вы можете получить хороший доход с каких-то совместных проектов или же даже планирование, возможно, каких-то проектов, которые все-таки реально будут, будет какая-то отдача. Если ваш семейный партнер заработает какую-то значительную сумму, то, в общем-то, он ее вложит в какую-то общую копилку. По большому счету, или вы принесете жене деньги, или, например, жена вам что-то тоже отрежет какой-то кусочек от того, что вы принесете. В общем, дорогие мои, беспокоиться ни о чем не надо. Ретроградный Марс продолжит находиться в вашем шестом доме. Это сектор работы, карьеры, здоровья, кстати. Конечно же, будет наблюдаться общая усталость, стрессы, нервные потрясения. Этот месяц не располагает к значительной какой-то физической активности. Погода не будет радовать. Это на вас очень сильно будет сказываться. И самое главное, что вот это психологическое, психическое состояние, страх смерти, страх заболеть, страх вообще, страх вообще непонятный, откуда этот страх и страх за что. Поэтому это, во-первых, мои хорошие, хочу сказать, что из всех прогнозов, которые я делаю и я вижу в этих прогнозах, это климактерическая перестройка практически у всех. Неважно, когда человек родился. И вот эти 12-летние циклы, которые мы проживаем, они, к сожалению, начали давать сбой, потому что идет обнуление, идет геополитическое, экономическое, вот это все природные, вот эти катаклизмы, все, что происходит, оно так или иначе влияет на всех нас. Поэтому здесь, конечно же, надо вести здоровый образ, надо себя пытаться заставить или же свое мышление поворачивать в такое, знаете, благоприятное, хорошее русло. Почаще поднимайте голову вверх, смотрите на небеса, смотрите, как встает солнце, а солнце – это мы с вами. И солнцу тоже иногда сложно выйти и нас осветить. Точно так же и нам иногда бывает очень сложно объять, обогреть всех тех, кто нас любит, кого мы любят, кого мы любим. Поэтому, дорогие мои, здесь надо, конечно же, или же стоит отложить обсуждение важных вопросов, семейных каких-то проблем, какие-то незамысловатые развлечения, небольшие увлекательные поездки, экскурсии. Конечно же, одни поднимут настроение и позволят избежать неприятных моментов. Ну, вот такой вот для вас прогноз. Будьте, пожалуйста, здоровы и по мере возможности счастливы. Удачи!